Дорогие друзья, всем привет. Сегодня мы находимся в предпоследнем городе нашего путешествия. Это город Висла, небольшой горный городок Польши. Вообще это горнолыжный курорт, но летом тоже здесь можно отдохнуть, покататься на велосипедах, походить по горным маршрутам. В общем, достаточно приятное местечко. На самом деле мы хотим рассказать не об этом, а о нашей поездке по Европе. На эти майские праздники мы решили поехать в Прагу, то есть этот город был основной целью нашей поездки, а по дороге заехали еще в несколько городов. Мы побывали... Давайте я немножко расскажу о нашей дороге, потому что в данном случае я была путеводителем или как это правильно? Нет, ты была не путеводителем, ты была гидом-экспертом. Ну, в общем, мы поняли. Вот, значит, изначально мы уезжали из Смоленска, ехали до Варшавы. До Варшавы. Да, там у нас была одна ночевка в Варшаве, проезжали через границу, как-то граница. Ой, белка! Ой, извините. Вон она. Вон там прибежала. Да все, убежала. Там она прыгнул, прям стынул уже. Извините. Вот, значит, остановились в Варшаве. Простите. Это была первая ночевка у нас в Варшаве. Границу мы прошли достаточно быстро. Граница называется... А, в Бресте. Ну, под Брестом. Да, она там одна под Брестом граница. Прошли, в принципе, часа за два. То есть машин было, ну, нормально, не очень много. Но мы ехали ни первого, ни второго. Мы ехали 25 апреля, поэтому машин было поменьше. Давай я скажу, что нам очень понравилось при прохождении границы, это то, что нам практически не пришлось выходить из машины. То есть у нас собрали документы и потом их в конце отдали. Я вспоминаю, как мы ездили когда-то в Латвию, когда мы бегали из одного вагончика в другой. Тогда это было просто мучение для меня. Я ничего не мог запомнить. А сейчас мы вот буквально в окошко просовывали документы, также их получали. Ну, вот единственное, только что я вышел, открыл багажник. Да, багажник смотрели там и там, но никто нигде не ковырялся. То есть каких-то там сильных проблем мы не испытывали. Да, было очень. Ну, посмотрим, конечно, что будет на обратной дороге. На обратной дороге, да, можно проверять будем, что ведем, что не ведем. Вот, это значит, ну, мы отвлеклись немножко на нашу, значит, первую стоянку. После Варшавы у нас был, мы ехали через сбросу, вот, по трассе на Дрезден. Трасса на Дрезден отличная, можно сказать, но потом идет поворот на Прагу, то есть не заезжает, да, в Германию. Поворот на Чехию. После границы, ну, переграничная зона с Чехией. Не, 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 с Германией, ну, Польшей, Германией вот когда-то. Мы свернули в Германию. Да, мы сворачиваем вниз на Прагу. И там начинается красивая, но очень медленная дорога, то есть там километров 90. Да, там ограничения практически везде, населенные пункты, в них ограничения там, конечно, поменьше, чем у нас. Да, 30-50. Ну, там 30-50-50 километров максимум, конечно, скорость снижает. У нас был достаточно длинный, поэтому мы немного опоздали, ну, навстречу, насчет квартиры, да, в Праге, да. Ну, вот там, потом уже, этот уже доезд, проезд наш по Праге, вот мы до Праги доехали, в принципе, как-то. Ну, все-то одним днем, да, то есть в Ростов мы заехали, погуляли, пообедали, поехали в Прагу. Вот, в Праге мы были уже вечером поздно, вот, встретились с нашим хозяином, у меня немного холодно, что-то. Вот, то есть все основное время мы проводили в Праге, но решили заехать еще в город Карловы Вары. Это тоже воспоминания Викина из детства. Да, это город минеральных вод, это лечебный городок Чехии, в который ездят именно, вот, скажем так, подлечиться. Ну, то есть масло-масляное, ну, извините, да. Ну, на самом деле, просто туда едет, как у нас в санаторий. Ну, да. Там такой небольшой городок совсем между горы, очень много отелей, практически одни отели, да, стоят? Ну, очень много, да. Ну, и предлагаются различные услуги по лечению водой. Да, и, ну, лечение минеральными водами, там оно открыто было в десятых годах, ну, это больше история. На самом деле нас удивило, сколько очень, сколько людей там, да, находится в этом городе. Русские-то. Очень много русских. Да, мне все это напомнило Сочи на набережную. Хотя он небрежный. Да. Очень много дорогих машин, очень много итальянцев, да, мы заметили обеспеченных людей. Обеспеченный район, да. Да, обеспеченный такой райончик, ну, как бы, да. Также заезжали еще в два замка. В замка. Один был как раз недалеко от Карловых Вар, и второй был ниже Праги. Вот, ниже Праги Карлштейн, а около Карловых Вар. Тран-тан-тан-тан-тан. Да, я тоже не помню, но мы потом все в статье начнем. Да, мы обязательно вам расскажем на эту тему. Ну, замков на самом деле очень много, можно даже устраивать отдельный прямо тур по замкам, да. То есть, практически что ни населенный пункт в Чехии, получается то какой-то замок, или усадьба, или старый город. Да, то есть ты едешь по дороге прямо, и у тебя коричневый вывеск о том, что замок такой-то, замок такой-то, замок такой-то. Ну, то есть, как бы, обозначение того, что ты не знал, а замок тут есть. Что касаемо дороги, еще немножко, да, мы расскажем. Значит, самый, да, такой участок, который нам не очень понравился, но был более живописный. Это участок от Врослого до Праги. Да, от Врослого до Праги, то есть не тот участок там, где хорошая трасса, а спуск уже непосредственно по самой, ну, в Праге снизу, да, сверху Чехии. Вот, остальные, в принципе, дороги достаточно удобные. Единственное, что почему-то очень много ремонта, вот, ограничение по скорости 120, 130, там, 90, то есть как бы, ну, летишь хорошо. Не, ну, на самом деле, да, по трассе мы очень хорошо шли, то есть многие не соблюдают. Да, 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 и полиции мы видели не так уж и много, то есть, конечно. Видели, правда, серьезную аварию, как-то там перекрыли движение такое прям огромное. Да, была одна авария, две куры столкнулись. Да, там даже перекрыли движение, то вообще машины не ездили, ну, та одна сторона, ну, с нашей стороны все нормально было. Ту-ту-тфу. Вот, ну, никаких других проблем не испытывали. что полицию мы не видели, но стоит очень много камер. Ну, эти камеры для нас не доходят. Но для нас, в принципе, да, это все равно, потому что нам они не смогут ничего прислать, у них нет баз наших номеров. Да. Ну, что, что касаемо отелей, которые мы бронировали, мы придерживались, как всегда, того же принципа, чтобы цена отеля была сейчас до 3 тысяч. До 3 тысяч, да, раньше мы говорили 100 долларов, сейчас это не 100 долларов. Да, но сейчас мы 100 долларов уже не можем сказать, конечно. Да, совсем 5000, это, конечно, лихо. Ну, наше мнение, конечно, каждый свое поддерживает. Вот. Стараемся, если мы снимаем на долгий срок, например, в Праге, то выбирать квартиру. Потому что это просто удобнее, потому что ты можешь спокойно готовить себе разнообразный завтрак. Ну, это мы так любим. Вот. Ходить по их магазинам, смотреть, что у них есть, продается, не продается, это тоже достаточно интересно. Ну, для нас интересно, да, я думаю, что... Не, ну, на самом деле, да, на длительный срок выгоднее получается сейчас снять квартиру. То есть там цены могут начинаться чуть ли не от полутора тысяч. Да, в районе хороших. И, что удивительно, кризис на цены никак не повлиял, получается, да? Ну... Что евро-доллар так сильно повысились, а цены практически остались на том же уровне. Да, можно сказать, что мы вот ходили по магазинам, мы ходили по продуктовам, по вещевым. Да, получается. Да, ценник вырос, но цены все равно получаются дешевле, чем у нас. Дешевле, чем у нас в магазинах. То есть на многие продукты... Мы все думали, сколько он стоил до кризиса. Мы удивляемся, чтобы чешских больше не закупали, как бы, ну, ни продукты, ни вещи. И цены, я могу сказать, что дешевле. По соотношению рубля сейчас чешский крон в два раза ровно больше, а польская... польские злоты... Равен 14 рублей. Вот, кстати, о чешской валюте. Получается, что чешский крон равен двум нашим рублям. Наоборот. Правильно. Нет, один наш рубль двум кронам, да. Ну, то есть, получается соотношение точно такое же, как тайский баб. То есть для тех, кто любит путешествовать и ездить в Таиланд, получается, цены абсолютно такие же. Ну, да, в принципе, наедут цены хорошие. Единственное, на что повлияло цены, это бензин. Ну, раньше, если он стоил 50 рублей за литр, то сейчас это 70 рублей за литр. Да, бензин, конечно, получается, в таком автопутешествии, это основная часть расхода. Да, то есть, как бы... Вот, я на самом деле рассчитывал, что он не будет стоить таких денег, да, я думал, что он будет стоить до 60 рублей, но получается, что мы тратим в районе 70 рублей за литр. Ну, да, то есть, получается, что бак заправит ровно в два раза больше. Да, чем у нас. Стоит, чем у нас, да. Теперь давайте мы немножко расскажем о том, как мы выбираем отели. Да, что касается, допустим, обычных отелей, если мы на пару ночей едем, еще где-то, конечно, основная цель, чтобы это был более или менее центр, чтобы была пешая доступность до достопримечательностей. Когда ты едешь на один-два дня, тратить время еще на дорогу до центра и обратно, как-то, конечно, не хочется. Ну, просто, на самом деле, мы уже убедились на своем опыте, и одно время мы выбирали отели где-то на окраине города, да, ну, чтобы цена просто была подешевле, но мы убедились, что на транспорт тратятся те же самые деньги, что... Основно в поездках, да. Да, да, да. Даже здесь, немного отходя от темы отелей, транспорт в Польше, какой-то трамвай на одного человека, один проезд, который в течение 30 минут действует, стоит 50 рублей. 50 рублей на одного в одну сторону, вот-вот, просто доехать. Ну, нажатия, это получается немало. Да, транспорт, конечно, здесь дорогой. Вот, причем там не зависит от зон, там, то есть, как бы, вот, ну, 4 или 5 основных зон, насколько я помню, не знаю, насчет Праги-7, Праги-8, туда-в ту сторону. Вот, то есть, ну, немало, на самом деле. Вот, а что касается, вот, да, и мы стараемся сейчас, конечно, еще, мы стараемся делать, чтобы был завтрак, потому что, когда ты находишься, приезжающий уже город, еще с утра вставать и искать, где позавтракать, ну, бывает напряжно. Правда? Да, бывают, конечно, города, где можно выйти и увидеть несколько кафешек, да, то есть, как у нас было в Барселоне, да, можно было выйти, раз, у тебя под углом, под окном несколько кафешек, то тут нет, тут нам приходится, вот мы, на самом деле, заметили, очень часто ищем, и пока ты найдешь эти кафешки, ты уже будешь настолько голодный. Это точно, ты уже не завтракаешь, а обедаешь. Лучше, конечно, выбирать отель с завтраком. Да, еще вопрос, конечно, с парковкой, вот, опять-таки, минус, да, когда ты путешествуешь без машины, ты в центре города парку, ну, выбираешь отель, тебе устраивает цена, и ты не беспокоишься о парковке, то здесь с этим, конечно, немножко сложнее. Вот мы попали так в Варшаве, мы, ну, на самом деле, немножко я побоялась оставить машину на обычной открытой парковке, там, недалеко от отеля, платной, потому что, ну, как-то русские номера. Подумала, мало ли, со всей этой ситуацией, хотя надо было, потому что в итоге нам обошлась отельная парковка полторы тысячи рублей за двое суток. Это до хрена. Что касается Праги, она нам понравилась. Ну, да, она нам понравилась, но я, наверное, ожидала немного большего. Я ожидала более уютной атмосферы, более, ну, не знаю, чего-то такого более сказочного, наверное. Ну, может быть, все-таки атмосфера создается людьми, а сейчас люди не те. Ну, если только так. Мы увидели очень много бомжей. Мы были очень удивлены. Вот, сначала о минусах, да? Да. Давайте революбку. Это то, что в первую очередь нам бросилось в глаза. Да, да. Это, учитывая, что мы были в не сезон, ну, когда не так много народа, еще только-только начинается все. Огромное количество бомжей. Я не знаю, это бездомные или нищие люди. Местные жители, местные жители говорят. Мы не понимаем, что это. Но вы не представляете, как себя чувствуешь, когда ты стоишь, да, на центральной улице, а рядом с тобой в помойке копается человек. При том, что не один копается, а сначала один, потом подходит другой. Ну, как-то, да. То есть, очень удивительно. Да, я не ожидала этого, конечно, да. Ну, как, не знаю я. Мы до этого были в Варшаю, а в Варшаю такого не было. Ну, как-то, я не знаю ничего. Вообще, город, конечно, нам очень понравился. Он красивый. На все минусы. Да. Хотя минусов, ну, немного, да. Ну, как-то, вот, на этот раз я все горела с супом в хлебе. Мне кажется, Максим уже надоел. Ну, да, прежде чем ехать, нас предупредили, какие вещи мы должны там попробовать. Обязательно, да. Вот, значит, тем, кто едет в Прагу, значит, обязательно попробовать мясо на центральной площади, которое там крутится прямо на вертеле. Наше предупреждение вам не берите. Две порции мы взяли, две. И тут такая прям, ну, такая вот мясо. Да, мы ночью очень-очень большую порцию. Стоит, да, тоже. Да, ну, как бы на одного, то есть, там, много изначально. Вот, причем они такие, вам хватит? Мы такие, да, не ожидая. Вот, что касаемо дальше. Обязательно попробовать суп клейби, который все советуют. Еще говорят о том, что, ну, мы как-то не попали, у нас не получалось. Что рестораны, которые подвальчики, они дешевле. Подвальчики, дешевле, да. Ну, это естественно, конечно. Типа, что нет света, там, туда-сюда, ну, как бы, ну, естественного. Вот, так что имейте в виду. И не бойтесь смотреть цены на центральных площадях, потому что мы не раз убеждали, что... Вот, она скачет, белочка опять. Собачка, да, на нее лает? Да, да, да. Вот, не раз убеждались, потому что на центральных площадях есть выгодные предложения, то есть, ничего такого в этом нет. То есть, знаете, это не то же самое, что в Москве, что если это, там, Красная площадь, то это гум. Да, это будет дорого. Нет, да, можно найти вполне приемлемые цены. Ну, конечно, опять же, нужно смотреть на меню. То есть, рестораны могут быть... Разброс цены очень разный, да? То есть, может быть, дорогой ресторан стоять, и рядом абсолютно нормальный. Да, абсолютно нормальный, с нормальным вариантом. Ну, на самом деле, это еще можно видеть по местным. Ну, как всегда, ничего нового. То есть, вы идете по любому чужому городу и смотришь это все. Вот, что еще? Ну, понравилось, конечно, в Праге ее сама вторая. Мне больше понравился Прошкиград. Вот та сторона Грачан, Прошкиград, как-то он мне был уютнее, милее, чем Старый Город. Не знаю, почему Старый Город как-то потрепался. Ну, вот как-то Грачаны погуляют по тем улочкам. Там как-то настолько все уютно и приятно, что... Ну, вот... Ну, видишь, как мы уже говорили, что, может быть, действительно атмосферу создают люди. Если брать центральную площадь, то там столько людей... Ну, в Прошкиграде тоже было много людей. Помнишь, какой поток был, когда мы спустились с моста? Там же тоже много было. Ну, хотя, да, хотя, да, может быть... А вот, Прошкиград очень красивый, собор очень красивый. На самом деле, там есть что посмотреть. Это очень красивый город. Единственное, что нам не совсем не всегда везло с погодой. То есть, погода была ли вот такая, или было еще холоднее. Вот, что существенно влияет, конечно, на просмотр примечательностей. Потому что ты начинаешь замерзать, а тебе уже ничего не надо. Город большой. И вот мы были там пять дней, получается, нам этих пяти дней не хватило. Мы будем приезжать еще, и мы уже составили себе план, какие вещи мы хотим посмотреть. Да, да, да. Например, вот мы не посмотрели Златую улочку, потому что на нее отдельной оплаты входа почему-то нет. Ну, не почему-то это выгодно, как бы, для них, не выгодно для нас. Потому что мне, например, честно говоря, не очень интересно ходить по самому замку, внутри, там, палаты, металаты. То есть, чтобы посмотреть эту улочку, нужно купить тур. Тур, ну, как бы абонемент. Тур, получается, общий, да, по всему вот этому городу. Ну, да, да, да. По Пражскому граду, там, непосредственно заходя туда-сюда, там, вместе с собором. Ну, то есть, как бы, то, что нам как-то не всегда интересно, что в собор мы и так зашли, а вот там по периметру нужно пройти билет. Ну, то есть, есть свои заморочки. Я на Златую улочку, зато можно сходить после пяти часов. Она открыта, правда, ну, как бы, сама по себе. Закрываются некоторые просто магазины, там уже. Да, сказано, что, ну... Ну, ее можно посмотреть абсолютно бесплатно. Да, да. И еще, конечно, хотелось бы погулять по непосредственно вечерней Праге, потому что, говорят, что это совсем другие ощущения, совсем другая подсветка и, ну, красиво очень. Вот, опять-таки, у нас не совсем получалось сделать, не по времени как-то. Ну, вот, мы состыковались немного с вечерней Прагой. Это вот два основных пункта, которые нам бы хотелось посмотреть. Да, это мы обязательно сделаем в следующий раз. Вот, помимо этого мы, ну, вот, из пяти дней, когда мы были в Праге, мы ездили в Карлову Вару и ездили еще в два замка, да? То есть, ну, вот, тоже два дня мы, считай, что были не в Праге. Ну, потратили, да, получается? Да. Так, теперь давай немножко расскажем о ценах. Ну, мы, в принципе, говорили уже, но подведем небольшие итоги. Ну, что, самое дорогое – это бензин. Оплата за отели тоже самое, ничего не меняется, до 3000. За что? Еда. Цены на еду остались опять же. Ну, не скажи. Вот, наверное, если сравнивать Польшу три года назад, когда мы ехали в Закопано, то на одного, на двоих мы тратили 600 рублей за хороший обед и ужин, да? То сейчас за двоих мы тратили где-то 1200, до 1500. Ну, да, в районе тысяч. Получается в среднем. Да, да, в среднем на двоих. Вот, как бы, иногда там бывает комплекс на обеды, иногда нет, но все равно это вот, ну, как-то тысяча. У нас меньше тысячи ни разу не получалось. Ну, с другой стороны, нам очень понравились цены в Праге на еду, да? В ресторанчиках получается не так уж и дорого покушать. Да, нам очень понравился. Обеды тоже в районе 800 тысяч рублей. Да, нам очень понравился ресторан Укрока. Мы его всем советуем. Нам его советовали, мы про него читали. Да, ресторан Укрока, ресторан-кафе. Он находится в районе Прага, Прага-2. Да, 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 как называется сам? Вышеград, район Вышеград. Да, вы увидите там сразу видно непосредственно его. Я думаю, если вы наберете Укрока, то поймете, о чем мы говорим. Еще хотелось бы сходить, конечно, непосредственно в чешские пивоварни. Мы в них как-то не попали на этот раз. Ну, цены на пиво, на самом деле, нас удивили. Ой, уже да. Получается, пиво магазинное стоит хорошее в районе 30 рублей. То, что у нас стоит в районе 200, да? Да, да. Крушовицы, например, у нас 150-200, а тут 30 рублей. Да, да, тут 30 рублей. Цены на пиво в ресторанах примерно от 80 до 120. Ну, да, то есть больше как-то не бывало. Получается, конечно, копейки. Пейте пиво, да. Не ешь, да? Мы все удивляемся, как Чехия не спивается. А, мы не знаем, спиваются они или нет, какой там процент, но тем не менее. Ну, и в заключении давай расскажем, стоит ли ехать в Европу в кризис? Ну, кризис-то у нас. У них кризиса нет, да, они не понимают. Да, ребят, зарабатывайте деньги в путешествиях. Что можно тут еще сказать? Не, ну, на самом деле, как бы, все реально, все осуществлено. Ну, вот мы, допустим, когда ехали, встретили на гонице ребят, которые ехали с маленьким ребенком, и ехали они вообще в Вену. Да. Правда, безоставлено. Они нам тоже рассказали, что они посмотрели цены на самолет, и они их, конечно, потрясли. Цены получаются сейчас космические. Да, то есть, как бы, ближайшее зарубежье, если можно так сказать, то, наверное, выгоднее ехать все равно на машине. А если еще и вчетвером ехать на одной машине, вообще получается комфортно. Конечно, конечно, да. То есть, основной, конечно, расход, планируете, это будет у вас бензин. Да, то есть, вы рассчитываете, лучше рассчитывать на больше, то есть, он 70-75, что будет стоить, потому что, допустим, это Польша и Чехия, он 70. Кстати, в Польше он чуть дороже, чем Чехия, и вам на будущее заправляйтесь. На самом деле, копейки получаются, рубли. Да, заправляйтесь в Россию, а потом сразу Чехия. Польше не заправляйтесь. Вот, в общем, что можно сказать. Ехать, конечно, в Европу стоит, по деньгам это получается, в принципе, то же самое, что было раньше. Ну, да. То есть, где-то можно сэкономить, где-то потратиться, но на машине получается ехать, конечно, выгоднее, чем на самолете. По крайней мере, пока, в данный момент. Ну, в данный момент, получается, что да. Я думаю, что на бензин в общей сложности на две недели, которые мы уехали, мы потратим меньше, чем если бы мы летели на самолете. В любом случае, на самолете получилось где-то 18-20 тысяч на двоих туда-обратно. Да, будем осваивать автопутешествия. Все, всем пока, мы с вами прощаемся. И мы двигаемся дальше в Люблин. Немножко покажем вам и обязательно расскажем вам о Люблине. Вот, так что оставайтесь с нами, ребят. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...